Вы смотрите отзыв об отеле Garden Sea View, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Пусева-Пуся-Пусевна, который был в нем в 2005 году. Сентябрь 2004 года. Метание сомнений было тьма, дочери было 6,5 года. Сезон дождей – одно из важнейших, но рискнули и не пожалели. По порядку. Летели туркменами. С пересадкой в Ашхабаде – терпимо. Прилетели в Бангкок, визу оформляли на месте, знание английского помогло. Те, кто не владел, намучились жутко. Жили в Истинбангкок, заселили не сразу, ждали минут 30. За неудобства нам предложили бесплатные напитки в баре. Гид назначила вечером встречу, предложила пока отдохнуть. Какой там? Уже через 20 минут после заселения, мы помытые и переодетые ловили тук-тук на улице. Покатались, огляделись. Вечером ужин на банкетном кораблике по реке Королей. Советую не отказываться. Про деньги не спрашивайте, уже ничего не помню, но стоило это недешево. Волшебно. Сказочно. Романтичную. Шикарный стол, морепродукты, вышкаленные официанты, танцы. Перед входом на корабли к нам прикололи каждому к одежде цветок орхидеи. Почему-то на меня это произвело такое ауэ впечатление, я визжала от восторга. И от счастья напилась. Следующий день, Королевский дворец. Ничего говорить не буду. Скажу одно, нельзя умирать, не увидев это. На следующий день, трансфер в Патую. Микроавтобус, нас в нем 6 человек, и бутылка коньяка у моего мужа, как приехали, не заметили. В Патая жили в Garden Sea View. Там нас встретил небезызвестный на этом сайте Вова. Привет тебе, Вова и шикарно нас заселил. Номер вполне приличный, просторный. Нам повезло, вид из окна шикарный, море и буддийский храм. Вова оставил нас ненадолго и вскоре вернулся. Мы определились с экскурсиями, и он повез нас знакомить с городом. Долго знакомиться мы не стали, а поехали сразу в Фуджи. Советую всем, японская кухня, недорогая, а очень качественная. Коньяк и сакэ потихоньку делали свое дело. От обедов и нажрамшись, я поделилась с Вовой своей печалью о том, что приехала без купальника и рассчитывала купить его здесь. Вова, который к тому времени меня уже очень уважал, сказал, но проблем, и повез нас в Баоальший магазин. А в тот день, скажу я вам, у Вовы был последний день перед отпуском, и он отправлялся к себе на родину в Белгород. Поэтому горячо распрощавшись с ним мы остались в магазине. А он поехал собирать чемоданы. Не буду рассказывать, как я шугала несчастных тайских продавцов-консультантов своими откровенными видами, выскакивая с примерочной в поисках другого бикини. В общем, дело сделано, купальник на мне. Последний штрих, моя просьба продавцу отследнуть бирочки. Я, как в фильме «Любовь и голуби» выпадаю из магазина в океан. Правда-правда, потому что центральный вход этого магазина находится на набережной. В общем, мы купаемся, плескаемся, веселимся. Все, накупались, плескались, навеселись. Решили идти домой. Идем, идем, идем. Минут 30 идем. Вдруг видим, фруктовый базар. Урр, хочу всего и много. Где деньги? В кошельке. Где кошелек? В сумке. А где сумка? Нету. А что еще в сумке? Все деньги, билеты, паспорта, карточки, помада. Ура, мы бомжики. Че, дей, лать. Решили вернуться. Грустные такие, идем. Идем, идем, идем. Приходим на пляж. Вот он наш шезлонгик. А вот и наша сумочка. А в сумочке и деньги, и паспорта, и билеты, и помада. Вот мы и не бомжики. Теперь об отеле. Мы жили в центральном корпусе. Номера обыкновенные, большой балкон. Убирают хорошо, даже застирывали пятно от какого-то фрукта на шортах моего мужа, чем приятно нас удивили. Есть бунгалы, не советую. Далеко от пляжа, да и обшарфано как-то, влажность делает свое дело. Мы брали только завтраки, вполне приличный шведский стол, но достаточно однообразный, изо дня в день одно и то же. Вообще там рядом есть неплохие кафешки. Прямо у входа заведения индусов, при виде русских туристов они врубают на полную верку сердючки или киркоровые широко улыбаясь, махают руками, зазывая к себе. Мы питались везде, и в ресторанах, и у макашников. Никаких диарей, дизентерий, и так далее не было. Экскурсии. Перечисляю в порядке убывания моего интереса. 1. Крынчанам бури, обязательно. 2. О. Самет, или любой другой остров, тоже обязательно. 3. Парк Мунк-Муч, райское место. Самые красивые фотографии оттуда. 4. Шоу слонов и какое-то там традиционное тайское шоу, танцы, бокс. Очень запомнились бананы в кляре, съели 4 порции. 5. Альказар шоу. Ну так, шикарные декорации и костюмы. 6. Хореография, никакая. 6. Зоопарк и ночное сафари, это тем, кто с детьми. Дети были в восторге, взрослые откровенно скучали. Но вот так коротенько вроде бы все. Если есть Йоши ко мне вопросы, спрашивайте, я не жадная, отвечу. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok